добрый день дорогие огородненькие садоводы приветствую вас на своем канале светлана обо всем у нас начинается жара поэтому я хочу замультировать свою клубнику чтобы не пересыхала и не покрывалась коркой земля под клубникой также чтобы уберечь урожай вкусных ягод от болезней отредителей от грязи и также от сорняков но перед мультированием я хочу удобрить клубнику органическими удобрениями такими как калий и кальций которые очень нужны клубники для урожайности для формирования и роста ягод я буду и удобрять золой яичной скорлупой зола у меня от фруктовых деревьев нельзя удобрять золой от хвойных пород состав золы входит фосфор калий железо магний бор марганец и другие микроэлементы которые очень нужны нашим растениям можно приготовить зольный раствор это мы берем две литровые банки золы всыпаем ведро и заливаем 10 литрами воды это будет у нас маточный раствор он должен настояться трое суток затем из этого маточного раствора берем один литр этого раствора и вливаем 10 литров воды этим уже можно будет поливать пол литра под каждый кустик сегодня я хочу удобрить просто сухой золой подсыпаю под каждый кустик где-то по пол стакана благодаря золе увеличится количество цветоносов то есть урожайность клубники увеличится теперь я сверху так сверху золы под каждый кустик подсыплю яичную скорлупу это будет кальций кальций тоже очень нужен именно для формирования клубнички так как ягодка сама покрыта сверху такими семенами и вот именно для формирования этих маленьких косточек и нужен кальций теперь надо все это хорошо взрыхлить и пролить хорошо водой это я подкормила клубнику калием и кальцием это необходимый элемент для формирования ягод эту грядку я оставляю до завтра завтра полью азотным удобрением то есть нашатырным спиртом и покрою грядку мульчей прошли сутки и опять возле своей клубники и сейчас пролю ее нашатырным спиртом это 2 столовые ложки на 10 литров воды нашатырный спирт 10 процентный покупается в аптеке нашатырный спирт это легкая форма азота которая легко усваивается растениями плюс нашатырный спирт поможет вам избавиться от личинок майского жука от волчков и от слизней перед поливом раствором нашатырного спирта надо еще раз пролить грядки простой водой такой концентрации две ложки на 10 литров можно поливать клубнику доживанием и сверху листиков и под корень это будет вне корневая подкормка и корневая подкормка теперь подожжем пока все питается и можно мульчировать мульчировать я буду соломой можно мульчировать сеном или стружкой мульчирую я свои грядки когда начинается жара потому что если начать мульчировать весной то будет прохладно и слизни будут прекрасно жить под соломой в этом году у нас сейчас уже очень жарко хотя ягодки еще совсем маленькие теперь под соломой будет долго сохраняться влага и не будет образовываться такой земляной корки и клубника когда начнет спеть она будет лежать на соломе а не на земле при пригнивании соломы почве размножается сенная палочка это очень полезный микроорганизм который препятствует возникновению на клубнике грибковых инфекций удобрила я и покрыла мульча свои молоденькие грядочки тоже ремонтантную клубнику надо подкармливать 1 2 недели это может быть куриный помет настой коровяка зеленое удобрение и первую половину лета можно подкармливать дрожжевой подкормкой кому информация моя была интересна ставьте лайки подписывайтесь на мой канал всем хороших урожаях